Особый подарок от жителей Бремена получил сегодня в музее Рижского гетто и Холокоста – памятный камень, посвященный всем уничтоженным на территории Латвии во время Второй мировой войны евреям. Около ста тысяч евреев были уничтожены в Латвии во время Второй мировой войны, но их имена не забыты. Память о людях, чьи жизни были жестоко оборваны, бережно хранят в музее Рижского гетто и Холокоста. Это и жившие в Латвии евреи, и те, кого привезли сюда из других стран, в том числе из Германии. Чтобы трагические события не были забыты, жители и предприниматели немецкого Бремена пожертвовали деньги на создание памятного камня, который сегодня был подарен музею. Это памятное место в Риге показывает, что мы осознаем и не прячемся от своего прошлого и хотим напомнить о том, что никогда не должно повториться. Этот памятный камень – это подарок Риге не от политиков, а от жителей Бремена, от сердца к сердцу. Авторы идеи памятного камня Крис Штейнбрехер и его супруга-художница Дагмара Кале. Они уже много лет создают мемориалы и памятники, как свидетельства преступлений военных лет. В Риге у меня было тяжелое переживание в Румбульском лесу, когда я узнал, что 30 ноября и 8 декабря 1941 года там были убиты 25 тысяч евреев, чтобы освободить место для евреев, привезенных из Германии. В то же время из Берлина на поезде привезли 700 евреев, которые не были отправлены в гетто, а сразу на место уничтожения. На памятнике звезда Давида и надпись на четырех языках – в память о жертвах нацистов и их пособников. Сам факт, что в центре города будет стоять этот памятник, чтобы всем всегда напоминать и говорить людям, давайте остановимся на секунду и поймем и вспомним, что случилось. И поймем, наконец, чтобы это никогда не повторилось. Из своего опыта могу сказать, что соприкоснулась с очень большой ответственностью Германии за исторические события, которые происходили перед и во время Второй мировой войны, и в отношении Латвии, и в отношении геноцида еврейского народа. Немцы очень ответственно относятся к истории. Напомню, 4 июля в Латвии отмечали День памяти жертв геноцида еврейского народа. В этот день, в 1941 году, прошли массовые погромы и были сожжены несколько синагог с людьми внутри.